муж вон там беркли стэнфорд вы закончили лосков в бёркли потом вы работали в хеллор эрман да это вы там сильно вместе были опять-таки я уходила и на как раз только начала хорошо я так может на самом деле я понял что не ну то и попал это с вашей подачи вы еще замок интервью что льтовал принимал замолвала хорошо значит теперь вам понравилось что погибла контор жалко это была одна из лучших в общем-то юридических фирм и действительно она отличалась от многих тем что как-то гуманно человеческим лицом поэтому и погибла хорошо после хеллор я пошла в другую фирму называется на гордон андрис в сан-франциско и я пошла туда в такую эта фирма поменьше но практика у меня там было интереснее потому что как бы было меньше людей в моей области я занимался интеллект литигейшн по-русски ну и судебный процесс судебный процесс связан с интеллектуальной собственность прямо в суд ходила до представляла дела судей мы представляли крупные компании и мне вот в этой фирме было очень интересно тем что как-то было больше больше возможности именно участвовать вот ходить в суд или брать вот американский суд судьи сами как очень нормальный народ так хорошие да прикольные ребята я просто смотрю вот так какие-то я думаю что-то они чудят как-то вот странные решения принимают но я понимаю что они по закону да то есть они закон хорошо не ну есть конечно разные и зависит конечно от места вот потому что чтобы стать стать судьей например ну в таком месте как сан-франциско или вот здесь сан-хозе федеральным или даже штатном суде то есть все делится на федеральные суды а есть у суды на уровне штата но нужно действительно быть очень таким уже видным таким адвокатом и заслуженным или профессор я просто часто нарывался на ситуации когда мне вот если бы этот суд в лос-анджелесе если там рассматривать было бы совершенно другое решение но это часто зависит во первых зависит от того за что вас судят или за что вы судите например то чем я занималась в частности было мы судили или защищали компании по вопросам нарушения их патентов то есть вы забрались в патентном праве да в патентном праве вот и для этого конечно лучше находиться здесь в долине потому что здесь очень такие ну все как бы в этом кишит экспертов и много экспертов и даже самые судьи поскольку много этих дел через них проходит то у них хороший опыт и потом у них будут очень хорошие клерки у них будут клерки из местных школ и клерки с какой-то техническим я кстати слышал что многие организации вот такие адвокатские они с удовольствием берут выпускников лос-кол которые до этого имели техническое образование но таких конечно очень трудно найти людей потому что вот особенно очень когда это совершенно верно особенно очень котируются студенты которые получили потом мастер или или пи пичди вот в каком-то технической области таких людей очень мало и они очень очень востребована вот я но опять таки у меня не было технического образования но хорошо это было фирма в сан-франциско это на самом деле не доездишься так да да это было очень очень тяжело ездить час в один конец а плюс с парковки очень дорогие вот ну что мне удалось сделать это мне удалось подружиться с человеком который работал на парковке и иногда он бесплатно отдавал парковаться надо конечно иметь в виде девушка красивый кто спасибо но ну конечно вообще стоит очень дорого парковка и очень тяжело это сколько месячный ну это может стоить от 15 до 30 долларов в день месячный вот так берешь месячный билет ну может быть да но как бы я этого не делала хорошо сколько вы там проработали этом работа меньше года аксом где-то год вообще что можно вот так вот проездить но опыт хороший но опыт очень хорошая потому что оттуда меня значит партнер который металла нанял она сама хотел уйти в другую фирму и хотела мне туда взять а тут мне позвонил рекрутер как по-русски это круто и предложила мне подать в одну техническую компанию быть работать внутри компании инхаус инхаус по-русски это по-моему юрис консульта я думаю ребят которые нас смотрят им интереснее как по-английски как я иногда шучу аутхаус это немножко другое и работать инхаус как бы мне очень хотелось потому что я занималась литигейша но у меня уже были у меня уже была маленькая дочка и это очень ненормированные часы вот как когда ты не когда ты не когда ты работаешь фирме то нужно как бы белл минимальное количество часов чтобы фирма была про я хочу сказать просто ребята не знают что люди которые работают в юридических компаниях когда серьезные какие-то дела идут они могут сутками просто там сидеть не вырезать то есть скажем работать там по 12 по 14 часов день это даже не не то что кого-то удивишь своим там героизмом когда компания в паблик выходит и нужно так к такому-то числу там все сделать а там бумаг там два вагона и конечно но и тем более когда вот снимаешь литигейшн то что-то может проза те в его моменты например может другая сторона подать вдруг какой-то при бриф какому-то вопросу вот вдруг им срочно надо чтобы судья выслушал их по какому-то моменту вот если вы запланировали куда-то поехать с семьей то значит это надо отменять и в общем все время вот такой вот цикл происходит вот и а в инхаус многие юристы очень хотят попасть и в общем довольно трудно попасть но там как бы работаешь изнутри все это видишь это в чем-то интереснее тоже потому что ты влияешь на бизнес изнутри то есть ты можешь помочь компании например процесс процесс по-другому строить чтобы их не судили там платят меньше а там платят меньше но в общем то я бы не сказал что намного меньше и опять таки для многих это в общем то нормально потому что им лучше как бы иметь вот эту более только определенность вот если ты работаешь инхаус там допустим несколько лет и тебе надоело быть инхаус тебя тянет в какой-то предпринимательстве туда-сюда тебя нормально воспримут в нормальную ну юридической конторе если обратно вернулись ли обратно или говорят а ну чего-то в инхаус работал это не то как и это зависит от а где-то работалось работал в хорошей в хорошей компании и смотрят чем ты занимался я думаю тебя возьмут в общем-то с открытыми руками тем более что потенциально ты можешь привести им эту компанию как клиента ну если крон есть такой вариант вот но в общем то в чем-то там другие ты приобретаешь skills то есть как начинаешь больше думать со стороны бизнеса то есть например мне вот как бы очень хорошо мне кажется иметь юриста которого которого есть опыт работать как фирме так или house потому что ты работаешь инхаус ты видишь как внутри все это другая перспектива да это не так все абстракт ну и чем кончилось мысли к чему пришло на сегодняшний день на сегодняшний день как бы я уже другой компании работы еще как бы сменила две компании из-за чего и хаузы такие вот меняют работу ну когда вообще американский бизнес в нем в компаниях все время что-то происходит вот и например например из первой компании я там проработала четыре года метам очень нравилось вот но потом там как бы пошли плохо дела и они решили перевести в основном почти всех юристов в техас но хоть не в индию да и туда перевели и финансы и многие другие тела но хоть и в одну в общем-то в индию тоже переводит поэтому надо периодически двигаться но и вообще считаю что сидеть на одном месте долго это вообще не очень хорошо потому что как бы ты не приобретаешь настолько много опыта и как бы заставить жизнь динамичную жизнь динамичную пока силы есть ну и потом когда меняешь работу часто можно гораздо больше получить то есть можно подняться за но муж вам не говорит отчеты все на работу на работу сидел этом супчик бы сделала там харчо да нет тут у меня вообще муж то совсем не такой может быть может потому что у него мама такая была очень такая сильная женщина он считает что женщинам лучше чтобы они работали ну то есть он мне так это не навязывает он пожалуйста я могу делать все что угодно но считает что у меня нет таких мнений по поводу женщин мужчин после меньше отвлекается от работы вот сейчас вы что делаете сейчас я работаю в такой компании может быть вам она известна называется шатерфлай да а вот известно и да я их вообще очень люблю и вообще жизнь часто очень иронично потому что я их стала использовать наверное одна из самых первых когда родилась моя первая дочка в 2003 году мы тогда жили в нью-йорке и у меня появилась моя первая дичитал камера 2003 год и поскольку у меня начинают люди очень много фотографировать здесь наверное как везде когда появляются дети никуда не придешь да и в общем и мы купили дичитал камера и в общем сразу появилось много фотографий надо было где-то печатать вот и и вот я нашла на тот момент шатерфлай и с тех пор и я каждый год всегда через них заказывала например они делают очень красивые альбомы фотографические книжки и я каждый год у них заказываю открытки на празднике вот и и в общем как бы можно сказать удивительный сервис на самом деле я когда первый раз увидел я не мог поверить что под может частное лицо пойти и такого качества ну там за полтинник там за столик но чтобы такое на это конечно революционно и плюс у них очень такой они действительно у них вот такой девиз что мы вот хотим людям приносить счастья и действительно как бы мне кажется вообще вот самый лучший подарок если подумать вот подарить кому-то альбом с фотографиями детей или там близких людей но это работа как потом с 8 до 5 или это что даже не с 8 то есть ну я то есть как сказать теоретически то есть я там прихожу скажем где-то 9 полдесятого ну и я могу уйти в общем-то в 5 полшестого не считают часов часов не не считают хотя в общем-то они немножко хотя они уже паблик от компании но много людей у них такой ножка еще стартаповский такой подход что дух что тоже хорошо вот и они сейчас покупают много других компаний тоже они растут то есть вы тоже этим я этим занимаюсь сейчас я опять-таки вот интересно очень увлекательно да сейчас я вот конкретно этим занимаюсь и интерес нет очень нравится то есть у кого-то стартап вот есть приходите кое-куда с удовольствием дресс-код есть очень хороший вопрос но он он есть зависит от того чем ты занимаешься и зависит от компании то есть вот шатер флай в общем-то я одеваюсь и юрист ну в общем-то все одеваются прилично то есть не и программист нет но программистов честно сказать их не не очень вижу потому что они в другом здании сидят ну то есть я думаю что программиста нет и тем более что еще там очень много таких людей как бы артистик дизайнеров они как бы художники да они они то есть занимаются всеми этими дизайн юзер-эксперенс что очень они конечно у них там такая совершенно другая атмосфера что мне она очень нравится тоже я периодически хожу их на вечер. Но у вас есть такое вот кто-то на днях беседовал с девушками там какой-то компанией работает на этом каблуки там не больше 4 дюймов там допустим ну я думаю что если кто-то будет все время одеваться вызывающе наверное в итоге кто-то что-то скажет с другой стороны как бы я этого не наблюдаю у нас когда было страховое агентство у нас девочка одна работала ну молодые девчонки знаете они так ходят у них там мало тоже живот голый так она когда клиент приходит рядом садится на что-то показывает и там наклоняется и у нее уж там уже такой еще трусов уже не осталось там она вся вылезла из этого чтобы было и я я наблюдаю как клиент уже на экран не смотрит а только туда ну да ну вот исходя из этого чтобы не очень отвлекать от работы тем более надо деваться прилично